Добрый вечер! Ирмик Амирханович, если вернуться в 2008 год, это как раз то время, когда в вашей жизни был серьезный поворот, когда вы возглавили «Казахфильм». Читая ваше интервью, я помню, вы говорили, что было ужасное положение на «Казахфильме». Это пустые, огромные, загрязненные съемочные павильоны, где гуляли бродячие собаки. И вот сейчас уже прошло столько времени, казалось бы, немало и немного. Вот что вам удалось изменить? Действительно, студия была в очень сложном положении. Технологическая база, количество фильмов, которые производились. Потом вообще самая моральная ситуация была очень тяжелая на самом деле. И даже в вымежевом плане, помните, да, общественное мнение вокруг киностудии? Да, очень много было критики, негатива. Да, много было критики, негатива и так далее, и так далее. Я, честно говоря, через какое-то определенное время подумал, ничего себе думал, такую смелость взять на себя, и прийти именно на такую киностудию, именно в положении, когда оно, не знаю, было такое... Когда нужно было все делать заново, да? Я тогда посчитал, где-то до 30, даже чуть больше процентов от всего бюджета фильмов. Каждого фильма уходило... Большие затраты были огромные. Да, большие затраты на постпродакшен, и причем все это дело за рубежом. И надо было, в первую очередь, сформировать у себя, да, попробовать. А это, понятное дело, это очень требует больших вложений. В национальном прокате казахстанские фильмы занимали где-то около 3%. Если, скажем, в год прокат Казахстана... Это у нас, не где-нибудь в Казахстане. Если в год выходит прокат, скажем, 240-250 картин, из них там 5-7 были наши, то есть казахстанские. А Казахфильм выходил в прокат одним-двумя фильмами. В год, да? В год, да. То есть, в год, получается, когда вы пришли в 2008 году, в год Казахфильм выпускал всего 1-2 фильма. Да, в год. И то, постпродакшен происходил за рубежом. Сейчас, в 2012 году, сколько в год вы производите фильмов? Ну, как бы есть, как вам сказать, основные индикаторы, да, вот киноиндустрии кино, которые, в общем-то, являются главными. Да, я вот сейчас как раз затрагиваю вот эти проблемы. Основные индикаторы, да, это вот техническая база на нашей киностудии, это, скажем, количество фильмов отечественных в прокате национальном и количество зрителей, которые, как бы, да, то есть у зрителей был утерян интерес, как бы, к собственному кино. Вот касательно зрителей, Ермек Амирханович, я помню, вы также в своем интервью говорили, что, ну, тогда вы приводили статистику за 2007 год, где говорили, что казахстанские кинотеатры посетили 7 миллионов человек, к примеру, да, или 8 миллионов, около 8, и только 7% зрителей посмотрели казахское кино. Это же, это был низер, даже меньше, да? Я вам скажу, вот, 4, где-то 4,5%, ну, около 5% смотрели казахстанские кино тогда. Представьте себе, это тогда где-то 240, по-моему, тысяч человек смотрели казахстанское кино, а сейчас мы уже, как бы, думаем о миллионном зрителе. Ермек Амирханович, а можно сказать, что вот с вашим приходом в 2008 году, вот вы сами затронули эту тему, говорите, что не было финансирования, да? Сейчас все любят обсуждать бюджет казахфильма. На самом деле, какой сейчас бюджет у казахфильма? Я вам скажу, я люблю какие-то цифры сравнивать. Мы за один бюджет кочевника, значит, реализовали... Все любят вспоминать бюджет кочевника. Сейчас, сейчас, я, почему это вспоминаю? За такой же бюджет, один бюджет кочевника, мы реализовали полностью проект технической модернизации, да, с цифровым комплексом. Вот студия перезаписи «Дулби» – это мечта нескольких поколений кинематографистов была, да? Сейчас она стоит, причем сертифицирована на лондонским офисом. На каждый фильм приезжает специалист, дает специальный сертификат после тестового просмотра, да? То есть, и плюс сюда, и мы запустили где-то более 10 художественных фильмов, около 30 документальных фильмов, где-то 7-8 короткометражных анимационных и так далее, и так далее. На один бюджет кочевника. А сколько, напомните, сколько был бюджет кочевника? Ну, в прессе говорят 35. 35 миллионов долларов? Да. 35 миллионов долларов. А сейчас вот годовой бюджет «Казахфильма» сколько? Это примерно чуть меньше сейчас. Получается, для того, чтобы «Казахфильм» начал работать, нужен был человек, причем у человека должен быть хороший авторитет, чтобы приехать в Астану и выбить эти деньги. Вы знаете, может быть, для того, чтобы все это сдвинулось с места, нужна была такая очень заинтересованная, мощная, серьезная поддержка со стороны государства. Кстати, я хотела спросить, сколько раз к вам президент приходил на «Казахфильм»? И у нас как бы за эти годы почти каждая примера, уже седьмой раз, по-моему, примера проходит с участием президента. В 2009 году президент нашей страны был на киностудии, он все посмотрел своими глазами, что там происходит и так далее, встретился с кинематографистами. И это был такой мощный толчок. Тогда, помню, мы говорили, что нужна серьезная поддержка со стороны государства. И когда мы ощутили эту поддержку, когда начали реализовываться наши проекты, ведь начала подниматься индустрия кино в Казахстане. И то, что мы сегодня переживаем, это я хочу сказать, что это определенная системная работа, может быть, за эти годы. Вот на данный момент, когда уже есть определенные результаты, неплохие, зрители это видят, вот начинающему, например, кинематографисту или кинорежиссеру, что нужно? Вот у нас существуют какие-то государственные гранты или достаточно обратиться на «Казахфильм»? Вы можете поддержать? Вы знаете, у нас как бы мы в начале каждой четверг проводили встречи с продюсерами. Причем у нас возраст не имел значения. То есть каждый продюсер мог прийти, защитить свой проект. Если это было интересно, мы сразу же брали и делали вместе этот фильм. То есть проект реализовывали вместе. Поэтому здесь я каких-то ограничений не вижу. Самое главное, чтобы это была интересная тема, чтобы был жанр интересный. Вот я, например, уже второй или третий год хожу в председатель МГЭК, в Жургеймскую академию, и смотрю фильмы, дипломные работы. И каждый год что-то для себя мы находим, каких-то новых, интересных людей. И, например, вот Жасулам Пошаанов, есть такой молодой режиссер, который как бы показал нам дипломную работу, которую назвал «Жельхоза». Потом мы посмотрели, нам показалось, что это интересно. Мы затем с ним уже реализовали полный метр. То есть мы его запустили на полный метр. Он снял полнометражный свой первый фильм «Жельхоза». «Жельхоза». Его заметили. Второй фильм от Баяны Сентаевой. «Коктейль для звезды» уже он сам снимал. В качестве уже такого более-менее состоявшегося режиссера и так далее. Для того, чтобы снять фильм, при поддержке «Казахфильма», нужно в первую очередь понравиться вам. Нет, это не обязательно. Не обязательно? Потому что вы говорите, я прихожу, вы председатель Государственной экзаменационной комиссии Жургиновки. Вы приходите и вы смотрите. То есть вы говорите, что вот вам принесли. То есть это же очень важно, да? Ну и в принципе вы не ошибались. По-моему, все фильмы, которые снимают «Казахфильм», сейчас вообще стало модно ходить на казахские фильмы, смотреть на наших казахских актеров. Но мне интересно, кого сейчас из современных, вот именно не продюсеров, а режиссеров, вы цените, вы уважаете, с кем бы вам хотелось продолжать работать? Я ценю, уважаю буквально всех. Каждый из них мне интересен. Я когда выходил фильм «Ликвидатор» с Бириком Аджановым в главной роли, мы это делали с Аханом Сатаем, фильм. И значит, я говорил, что у Бирика ждет большое будущее, вообще вот это будет суперзвезда. И вслед уже пошли фильмы «Ликвидатора», «Возвращение в А. Егора Кончаловского». И он на сегодняшний день действительно один из самых таких сильных, я бы сказал, актеров. И дорогих, я бы хотела сказать, актеров. Также мне очень интересно работать с нашими очень и маститами, и, не знаю, и молодыми режиссерами. Но с кем вот вам нравится больше работать сейчас? Все-таки с молодежью или уже с такими более зрелыми? Мне очень интересно работать и с Аханом Сатаем, и с Ермеком Турсановым, и с Фархадом Шариповым, и с Азельханом Ержановым, и с Сириком Апрэмом. То есть это ведь режиссеры, которые на сегодняшний день делают казахстанское кино. Других нам нет куда брать, они с луны не сваливаются. Поэтому мы работаем с теми, кто уже давно, может быть, кто-то уже целую жизнь посвятил. К нам приходила Баяна Сентаева. Она успешный кинопродюсер, да? И вот она, сидя вот на этом же диване, она говорила, что я бы хотела работать с казахфильмом, но, к сожалению, пока казахфильм, видимо, не нуждается в моей помощи. То есть с Баяна Сентаева вы пока не работаете. Ну, вы знаете, как? Я вот, честно скажу, я не помню, что Баяна приходила к нам и прилагала какой-то свой проект. То есть, в принципе, человек, который придет к вам и предложит какой-то очень интересный проект, у него есть шанс его осуществить? Конечно. Для нас, в первую очередь, чтобы это был интересный проект, наличие, скажем, каких-то талантливых кинематографистов. Например, а то, что касается отбора, выбора, у нас есть целый экспертный совет, да? Куда входят самые, наверное, ведущие продюсеры, режиссеры и так далее, и так далее, кинокритики и так далее, которые, значит, коллегиально у нас решаются, да? Когда идет защита проекта, каждого проекта, она проходит, все участвуют, обсуждают и так далее. Только после этого... Такой худсовет. Очень часто в прессе обсуждался фильм «Теряя невинность в Алматы», да? Вот как вы оцениваете этот продукт? Вы знаете, я честно скажу, я еще не смотрел этот фильм. Не смотрели, да? Пока не удалось. Ну, вам интересно посмотреть его? Ну, вообще, если тему взять, вот вы наверняка читали отзывы, да? Вы согласны с теми отзывами, что нам такое кино не нужно и так далее? Вообще, я хочу сказать, это работа Жанны Исабаевой. Да-да-да, Жанны Исабаевой. Ее фильмы и предыдущие фильмы, «Харой», по-моему, да? «Харой» я смотрел как раз. Она как бы... Надо мне посмотреть фильм, чтобы как-то свое мнение по нему дать. Мне кажется, есть определенные... Зависит от креда творческого режиссера, что он хочет этим сказать. Если просто для эпатажа, чтобы обратили на тебя внимание, или там, чтобы, не знаю, если зрители не смотрят, как-то их заставили, спровоцировать, это другое дело. То есть вы думаете, что Жанна Исабаева, она, получается, снимает кино для того, чтобы вызвать какой-то резонанс в обществе? Ну, вот этот фильм «Ой, пар май» Жанны Исабаевой, я с удовольствием посмотрел. Я тоже смотрел этот фильм. Да, мы потом с ней встретились. Я говорю, может быть, что-то совместно сотворим. И как раз у нас какие-то были планы на этот счет, чтобы совместно поработать. Но пока это остается только в планах. Посмотрим в будущем, может, и поработаем. Почему бы нет? Вот интересно, что вы прошли большой путь такого чиновника. Вы в Астане очень долгое время работали в правительстве. Вы работали вице-министром культуры. Вы работали заместителем Акима. То есть вы работали госслужащим. Потом внезапно вас вырывают и отправляют в Алма-Ату. То есть в такую творческую среду. И вам приходится, наверное, вспоминать свою молодость. Что вот вы начинали все-таки в такой творческой стезе работали. То есть вам сложно было? Я, наверное, в каком-то смысле вернулся, наверное, в свое поле. Почему? Потому что я драматург, которого ставили все ведущие театры. До государственной службы еще. В 28 лет мою первую пьесу поставили в театре имя Озова. Представьте себе, молодой драматург, ему 28 лет, и его ставят в Ахадемическом театре имя Озова. Причем меня пригласил туда не кто-нибудь, а Азербайджан Мамбетов. Представляете, я участвовал тогда, он назывался Всесоюзный конкурс советских молодых драматургов в Москве. И фестиваль был у молодых драматургов, который шел под эгидой Михаила Ровщина, Людмилы Петрушевской. И пьеса моя, я помню, заняла второе место. Потом был определен ажитаж вокруг этого. И я помню, однажды мне позвонил Азербайджан Мамбетов. Ну, знаете, да? Да, да, конечно, знаю. И он говорит, что ты шумишь, парень, приходи завтра ко мне с пьесой. Я ему показал пьесу, и буквально через дней 10 они приняли и поставили эту пьесу. А сколько вам было лет, когда вас, скажем, вырвали опять-таки из вашего творчества и отправили на госслужбу? Не помню, ну, 32, может быть, да. Это уже после того, как уже поставили уже три пьесы моих. Я стал лауреатом союза молодежи в Казахстане. То есть это пьеса, которую ставили в Агутском театре, спектакль, который поставили по этой пьесе, он был очень, как бы вам сказать, я помню, тогда рецензии были театральные о том, что наконец-то там залы Агутского театра были полные и так далее. То есть молодежь пошла. Вы не скромный мужчина. Нет, я говорю, в прессе так было. А, ну да, рассказывайте про прессу. Да, да. Я помню, да, вот в газете Хазаха Дебита, я помню, Алия Бупижанова, она и сейчас здравствует и пишет. Она как бы посвятила этому спектаклю целую страницу. И как раз ее рецензия начиналась с того, что наконец-то там театр, он заполнился зрителями и так далее, и так далее. Потому что это была такая тема, она очень, мне кажется, такая, к тому времени уже. То есть работая на госслужбе вас всегда тянуло, получается, да? Это была для вас близкая тема. Я же всю жизнь работал, да, все-таки в культуре, нигде-нибудь, да? И шло постоянно общение и с творческой интеллигенцией и так далее, и так далее. Что как бы не давало, наверное, полностью сбросить из себя какие-то творческие мотивы и так далее. Поэтому... Но вы представляли, что вы когда-то возглавите казахфильм? Вообще у вас эта идея была, потому что каждый человек все равно, он как-то четко знает, да, что он хочет. Вы знаете, как бы, я, честно говоря, никогда и не мечтал, и не думал, что возглавлю киностудию «Казахфильм». Я помню, в детстве очень сильно я увлекался кино. Сейчас иногда мама мне достает какие-то в общей тетради, которые еще со школьных лет, когда я там что-то из журналов... Вырезали фотографии, да? Вырезали фотографии, писал там... Актеров, да? ...кто в главных ролях снимается, кто режиссер, содержание. Я помню, у меня отец, значит, он, к сожалению, рано умер, но тем не менее, когда он шел вечером в кинотеатр, он мне спрашивал, о чем фильм. Я всегда мог что-то сказать ему про тот фильм, который в тот день шел, да? То есть, затем я всегда говорил, что единственная, может быть, причина, почему я не поступил тогда в Жюргеневский институт, это причина в том, что вот этот институт как раз принимал документы на месяц раньше, чем другие. Я вот помню, поздно приехал. Не успели. Да, и поступил на филфак Казгу. Ромик Амирханович, вот если говорить о нашем кино, да, казахстанском, действительно делается очень большая работа вами, да? Да, много нового вот на кинорынке, да, в последние годы. Но все-таки, мне кажется, вот актерская работа, вот именно профессиональный уровень актеров все-таки часто критикуют зрителей. Интереса такого еще на должном уровне нет. Вот вы согласны с этим? И с чем это связано? Если в год или там, не знаю, снимается один-два фильма, да, актерское мастерство, оно же, оно приходит с опытом. Да, да, да. Если нету фильмов, да, и человек снимается в кино раз в пять лет, в пять-семь лет, да, откуда, где ему пройдет? Ромик Амирханович, ну пусть учатся. Ну, знаете, иногда вот, честно говоря, я смотрю сериалы, и я вот не могу смотреть на вот эти вот, знаете, привет, выпьем кофе, выпьем. Да, очень медленный диалог. Диалог, он такой неестественный. Вот когда ты садишься и смотришь, переключаешь турецкий сериал, ты веришь всему, что там происходит. Потому что там эмоции, которым ты веришь, ты чувствуешь это. А у нас многие актрисы, вот честно, они не играют, то есть они занимаются самолюбованием, понимаете? В любом случае я хочу сказать, что, во-первых, это, конечно, образовательная база, да, то есть киностудия же не готовит актеров, да, то есть у нас нету образовательных программ, тем не менее они приходят. И, во-первых, да, во-вторых, я еще раз хочу сказать, что все равно нужен определенный опыт, да. Вот я помню, Аузов как-то писал, вот опыт писательский приходит тогда, когда ты как бы работаешь, пишешь, да. Да, когда ты постоянно пишешь. То есть и актеру важно, чтобы он постоянно снимался, вот чтобы от одной к другой роли он развивался, да, рос и так далее. Актером работать в театре, вот Берик Айджанов, он же из театра? Да. Он же из театра, вот ему веришь? Вот смотрела «Возвращение ва», я верила его взгляду, то есть он хмурит брови, ну, Берик Айджанов – это мой любимый актер, вот честно. Поэтому я как-то вот ему верю. Нашим молодым актрисам не верю, нашим опытным актрисам верю. Вот вы меня как бы подтверждаете, вы говорите, опытным актерам верю. То есть всегда важен опыт определенный, творческий опыт, какой-то духовный опыт, может быть, и экзистенциальный, то есть жизненный какой-то опыт, да. Это очень важно же для актера. Игорь Михайлович, ну я знаю, что вы отправляете, то есть актрис, которые подают надежды, учиться в Голливуд. Я вам скажу, что уже три года у нас как бы есть проект с Нью-Йоркской киноакадемии, которые проводят в Лос-Анджелесе на базе киностудии Universal краткосрочные курсы и актерского мастерства, и продюсирования, и режиссура, и так далее. Мы за эти годы отправляли туда много молодых ребят. И, например, Фархад Шарипов, который снял «Сказа розового зайца», он тоже ездил туда. То есть он уточился, да, получается? Да, я помню, когда он приехал, у него глаза были немножко другие. Результат чувствуется, да? Да, они же попадают, смотрите, киностудию Universal, да, который является одним из, как бы, таких крупных мейджоров, да, голливудских. Они за время обучения, значит, снимают свои фильмы, короткометражки, да, которые затем показывают в кинотеатре в соседнем Warner Brothers. Представляете, да, то есть они попадают в саму гусь вообще киноиндустрии, и это, конечно, много меняет, да. Они приезжают сюда, как-то у них глаза совершенно по-другому горят. Это же очень правильно. Я считаю, потому что у нас это вот как вот Арман Шураев, который приходил и говорил, что мы не производим мы айфоны, да. То есть если у нас нет сейчас базы, где этому можно по-настоящему научиться, то нужно ехать туда, где этому можно, этому ремеслу, где можно учиться, да, по-настоящему. Конечно, потом у нас есть меморандум со ВГИКом, да, то есть я помню, мы как бы наладили с ними контакты и привозили целые курсы студентов ВГИКа на какой-то был юбилей в ГИКовский. И я тогда попросил, чтобы привезли студентов, чтобы они общались с нашими студентами, с нашей молодежью. Я помню, даже мы какую-то открытую площадку делали для них, чтобы они общались до утра, там, смотрели вместе фильмы, обсуждали и так далее. У вас режиссерский дебют. Вы сняли свой фильм по вашей же пьесе, то есть «Балкон». Ваш фильм, он будет под особенным, да, таким, скажем, под лупой рассматриваться. Конечно, конечно. То есть вы готовы к критике? Я, конечно, готов. Да? Да. Но вы довольны своей работой? Я могу сказать, что я доволен, да. Потому что я как бы вложился, да, то есть кино – это такое дело. Вот, кстати, вложились, это интересно. Это, знаете, как, если ты энергетически даже не вкладываешься, да, все потом видно на экране. А какой вы режиссер на площадке, интересно? Вот Ермик Аманшаев, президент Казахфильма, мы знаем. Ермик Аманшаев, режиссер на площадке. Вы жесткий? Можете сказать, неправильно играете вообще? Остановите. Стоп. Я жесткий. Жесткий. Да. Без этого просто невозможно. Потому что это огромный процесс, где десятки людей, да, там, одновременно на площадке организовать все это. И при этом организовать вокруг там свои идеи какой-то, да, это очень сложно на самом деле. И потом каждый актер – это целый мир, да, отдельный. И это для меня вообще огромный опыт. Не было желания вот в какой-то момент остановить процесс и подумать, да зачем я вообще все это затеял? Ну, несколько раз даже бывает такое, что думаешь, с чем я это все начал, и так далее, что хотел я этим сказать. Конечно, это бывает. Это бывает даже, когда ты пишешь сценарий, там, не знаю, кьесу, да, и так далее. Ермик Амельханович, вот каким должен быть настоящий талантливый актер? Вот это должно быть от рождения этот дар должен быть? Или этому можно научиться? Вы знаете, конечно, от рождения, это дар Божий на самом деле, потому что, мне кажется, все зависит от, я все время очень много говорю о масштабе личности, да, то есть от личности человека зависит. Если бывает, да, например, общаешься, вот, например, Нуржиман Ихтимбаев, да, когда он заходит на площадку, не только на площадку вообще, когда он, его встречаешь на улице, это, вы знаете, это море позитива. Это очень светлый человек, и когда смотришь на экране, вот эта его энергетика передается, видишь, почему народ любит тех или иных актеров, потому что они тоже адекватно, как бы, стараются влить в камеру, да. Тем более камеру не обманешь, правда, ведь? Конечно, конечно, поэтому это, знаешь, в первую очередь какой-то огромный талант, наверное, человеческий, потом для актера, мне кажется, немаловажный вот этот очень такой потный труд. Я помню, был такой писатель болгарский Павел Веженов, я у него читал, что надеяться на один талант, говорит, это все равно, что надеяться, что ветер сдвинет с места огромный грузовик. Ермей Камриханович, а вот из казахстанских женщин, из казахских женщин, кого бы вы бы сняли, пригласили на съемки? Из актрис, имеете в виду, да? Из актрис просто, может быть, как вы говорите, масштабную личность. Есть у нас такие интересные женщины? Каждый, конечно, из них сам по себе интересный, но отдельно никого выделить не можете. Но у вас была мысль, может быть, кого-нибудь из политиков наших женщин снять в своем фильме? Когда вы смотрите и говорите, это настоящая актриса. Это женщина, она может перевоплощаться, надо бы ее пригласить. Вот смотрите парламентские какие-то, я не знаю, слушания, да, и думаете, вот у ней что-то есть, надо ее позвать. Нет, это ведь, понимаете, как кино-то такое дело, зависит ведь от фильма, от проекта, да? Сверхзадача каждого проекта у нас же есть, присутствует, поэтому ты же не абстрактно, не в общем думаешь о женщине или о каком-то актере и так далее. То есть вы ищете тех, человеку, которого подойдет? Ты думаешь через призму своего проекта, фильма и так далее. Ну вот вы же знаете, что успех фильма во многом зависит от актеров, да? Когда Тима Рубик Мамбетов снял в своем фильме «Анджелина Джули», конечно, это уже просто, когда только эта новость появилась, все, я не знаю, здесь, у нас в Казахстане, в Америке, в Лондоне, где угодно, да? Все, когда прочитали фамилию «Анджелина Джули», все решили для себя, что они пойдут на этот фильм. То есть, а сейчас у вас есть такая возможность, вы уже работаете, ну, сколько, с 2008 года вы работаете на казахфильме, да? Есть ресурсы. Вот кого бы из современных голливудских, может быть, да, звезд, может быть, не голливудских, западных, кого бы вы хотели пригласить и вот снять, может быть, в каком-то своем фильме, может быть, в фильме своих режиссеров, да? Я бы с удовольствием поработал с Энтони Хопкинсом, наверное, да. Кто сделал бы вам кассу? Ну, если так говорить. Ну, я бы не сказал, что Энтони Хопкинс сейчас такой очень кассовый актер, но он сам по себе очень интереснее его внутренний мир какой-то, понимаете? А если, конечно, кассовые актеры есть, существуют, Брэд Питт, не знаю, там, Джонни Депп и так далее, это совершенно другая категория, как бы, звезд, понимаете? Ну, их вообще возможно пригласить и снять у нас или нет смысла? Потому что вот очень часто я слышу, что и у режиссеров, и у продюсеров, и вот даже вот Арман Шураев говорил, да, что у нас невыгодно снимать. То есть если ты снимаешь на деньги казахфильма, там государственные деньги, да, то есть тогда может быть выгодно. Ну, допустим, он даже привозил пример, что если Ахан Сатаев снял фильм, там, на сколько-то миллионов, да, чтобы эту сумму окупить, там, потребуется десятки, там, несколько лет. Вы знаете, как бы, вчера, как раз я смотрел эту передачу, Арман очень правильно сказал, потому что вот сейчас мы выпустили Макбала, да, Жоржих Макбала, и он бьет сейчас все рекорды в прокате, но кино, я вам скажу, кино, это такое дело, нельзя ограничиваться тем, скажем, первым, вторым месяцами, которые в прокате, да, этот фильм. На самом деле фильм, это может приносить определенные доходы в течение 10, 20, 30, 40 лет, потому что это категория вечная, понимаете. И в этом плане сейчас вот у нас Макбала, да, бьет все рекорды в Казахстане, он вышел в один день с голливудским блокбастером «Мстители», да, «Мстители» уже нету в прокате, а девятый уикенд сейчас Макбала в прокате, да, то есть... А сколько зрителей успело посмотреть, есть у вас данные? Я вам скажу, что на сегодняшний день Макбала, этот фильм наш, посмотрели где-то 300 с лишним тысяч человек в Казахстане. Сколько потратили денег на Макбала? Бюджет Макбала 12 миллионов. 12 миллионов долларов. А сколько вот сейчас на сегодняшний день вы собрали? Я думаю, мы в казахстанском прокате соберем чуть больше двух. Чуть больше двух? Это выгодно, вот, вкладывать в пять раз больше, да, в фильм, который, может быть, нужно было сократить бюджет и снять за два миллиона, и эти же два миллиона отбить? Так можно? Нет, есть же фильмы, которые мы снимаем за 300 тысяч долларов, есть фильмы, которые мы снимаем за... А есть фильмы, на которых вы зарабатываете просто? Я вам скажу, на сегодняшний день самый коммерчески успешный фильм – это «Ирония любви». Почему? Да, потому что это был совместно с Россией проект. Впервые наш фильм вышел сразу на кинорынок России, Украины, Белоруссии, Казахстан, да, 600 копий мы опечатали, помню. И на сегодняшний день он фильм, который полностью вернул свои расходы и так далее. И сейчас, вот смотрите, Макбала, да, он же в другом, в таком бюджетном формате, он не получился бы такой, как он сейчас есть, во-первых. Во-вторых, сейчас во время Каннского кинофестиваля у меня была встреча с европейскими дистрибьюторами, и мы выбрали, представляете, это нормальный, позитивный момент, когда ты можешь из 9-10 каких-то международных дистрибьюторов выбрать для себя самый какой-то оптимальный вариант. Мы выбрали агента, который занимается международными продажами. На сегодняшний день я вам хочу сказать, что Макбала интересуются где-то около 30 международных дистрибьюторов, которые готовы даже вложить деньги на дубляж в своей стране. То есть вы думаете, что вот эти 12 миллионов долларов, которые вы затратили на этот фильм, что вы в течение какого времени вернете эти деньги? Если мы вот эти деньги вернем в течение 5-7 лет, это будет очень даже нормально. То есть это пока получается на сегодняшний момент, это самый дорогой фильм на Казахфильме, вот во время вашего руководства самый дорогой фильм. Как вы боретесь с пиратством? Потому что не успел фильм выйти в прокат, на второй день уже не обязательно посещать кинотеатр, тратить на это деньги, можно за 200-300 тенге купить диски, спокойно дома смотреть и передавать своим друзьям. Да, вы знаете, это очень такой сложный и больной вопрос на самом деле, потому что, не знаю, вот у нас на довольно-таки хорошем таком уровне как бы печатаются вот эти копии пиратские, да, вы удивляетесь, откуда. То есть у нас это развито, да? Да, очень развито, и мы организуем какие-то рейды, да, там, с милицией, там, не знаю, с какими-то компетентными органами. Есть результаты? Ну, конечно, мы где-то там, вот эти рейды, они дают какие-то, казалось бы, положительные какие-то результаты, но через некоторое время это опять повторяется и так далее. То есть мы сжигаем эти диски пиратские, да, и совместно с органами компетентными организуем вот эти рейды, ловим и так далее, и так далее. Но, то есть для производителей... Ну, Миктор Михайлович, в аулах нет кинотеатров, а людям хочется посмотреть, вот, Монбала. Нет, ну, в ауле все равно, хоть один, два есть кинотеатра. Я считаю, что для них пиратство, я считаю, что у пиратства тоже есть плюс. Нет, я с вами не согласен, нет абсолютно никакого плюса в этом. Потому что, смотрите, проходит же кинотеатральный прокат, после этого же идет телевизионный пример, да, потом же мы выпускаем DVD, да, то есть тот, кто хочет, он уже может спокойно посмотреть по телеканалу, там, потом купить DVD и так далее. Не обязательно же вот воровать и что-то там печатать, вот эти пиратские копии. Это, я не знаю, это большая проблема вообще для нас. У Монбала есть сейчас пиратские копии? Так она уже... С первого дня, да? Не с первого дня, она появилась, я вам скажу, где-то в начале третьей недели, в конце второй. Но вы знаете, Илья Михайлович, лично я считаю, что это говорит об успехе этого фильма. Опять же, не хочу с вами согласиться, потому что успех того или иного фильма не измеряется количеством пиратских копий и так далее. Это, конечно, мимо. Это не только показывает, как мы, вот те люди, которые должны с этим бороться, они получают вообще ничего не делают для того, чтобы предотвратить. Я не смотрю, но я, как человек, который понимает, что у нас есть, понимаешь, у нас есть, да, но у нас не во всех городах есть кинотеатры. В Казахстане всего около 100 кинотеатров и где-то 200 залов всего. Это при том, что ежегодно сейчас... Большинство из них еще Астана, Алмата всего. 65% всех этих залов... Представляешь? Это Алмата и Астана. И ты говоришь о том, чтобы человек, который слышит во всех новостях, читает во всех журналах, что Манбала, хочется посмотреть, понимаешь? И тут, ну ты понимаешь, пока лицензионное видео выйдет, это долгое время. Вот когда выйдут на дисках? Буквально через неделю выйдет. Через неделю. А уже 9 недель, извините меня, этот фильм идет. Конечно, хочется. Нет, ну когда идет кинотеатральный прокат, нет абсолютно никакой логики выпускать DVD, понимаете? Ну, конечно, я согласна. Сначала телевизионный релиз, потом DVD и так далее. Да, это все очень правильно. Но я считаю, что, может быть, это неправильно, я не призываю к пиратству, я никогда не покупаю сама. Но я живу в Астане. Но я считаю, что если бы я жила в ауле, я пошла бы и купила за 200 тенге. Вот честно. Ермит Фомирханович, вот касательно кинотеатров, а вы как-то вот решаете эту проблему? Потому что это же катастрофа. Я, честно говоря, оказывается, не знала до сегодняшнего дня, что в Казахстане, в каких-то отдельных городах нет кинотеатров. Потому что даже я выросла в поселке, отдаленном, допустим, от города, но там был у нас кинотеатр. Но это же огромная проблема, это же катастрофа. А как надо создавать кино и где его показывать? Куда идти зрителю? Тем не менее, я не тот человек, который все время жалуется, говорит, что нет этого, другого. На самом деле, смотрите, я говорил о том, что механизмы индустрии кино начали потихоньку работать в Казахстане. То есть это что означает? То есть, скажем, количество проданных билетов ежегодно, если скажем, до 2010 года, ежегодно росло примерно на полмиллиона билетов в год. А в 2010 году сразу, в 5 раз больше, на 2,5 миллиона билетов было продано больше, нежели в 2009, то есть в 5 раз увеличилось количество билетов. То есть это количество зрителей. То есть инфраструктура, соответственно, снимается уже больше фильмов разного жанра и так далее. Зрители пошли смотреть свое кино, вернулось доверие зрителей к собственному отечественному кино. И, соответственно, ежегодно начинает расти количество новых кинотеатров, поскольку, представляете, в год на 2,5 миллиона билетов было больше продано, нежели в предыдущем. То есть увеличивается количество кинотеатров, кинозалов и так далее. И поэтому в целом вся инфраструктура индустрии кино должна вот так вот расти. Игорь Михайлович, а вот мне интересно, мы живем все-таки в Казахстане, да? Я вот как-то просто пару раз слышала, что вот там девушка какая-то хочет сниматься в фильме или дочь чья-то. К вам часто обращаются чиновники, ваши коллеги, да, бывшие, чтобы вы сняли в каком-нибудь фильме дочь, сестру, жену, я не знаю, подругу? Я не скрою, очень часто обращаются. Очень часто. Но есть у меня такой мощный громотвод. Я говорю, я тут при чем? Это снимает режиссер, пожалуйста, обращайтесь к нему. Я говорю, если ему не понравилось, я не могу ее заставить снять их. Вы можете позвонить режиссеру и сказать, ну, слушай, посмотри, там девочка придет, ну, вроде должна быть нормальной. Я могу, но это никогда не делаю. Не делаю, ни разу не делаю. Я никогда не вмешиваюсь в творческий процесс, потому что там… Не рекомендуете. Да, потому что там это разные, тут как бы рождаются моменты, да. А потом, если вдруг фильм провалится, то он может сказать, да, вот мне продюсер настоял. То есть здесь такой обоюдный момент. И я не от того, что вот такой может быть, да, случай, я вообще никогда не вмешиваюсь в творческий процесс, потому что, когда мы выбираем тот или иной проект или того или иного режиссера, мы же идем на производство фильма с огромным взаимным доверием же, да. И важно, вот я считаю, что продюсер, там, не знаю, да, то есть человек, который как бы решает запустить то или иное, то есть производство то или иное проект, его мастерство должно заключаться в том, что его не видно должно быть. Понимаете, как? А вот сейчас вы какими проектами работаете? Сейчас мы у нас как бы... Что ждать зрителям? Тем более, учитывая, что, смотрите, 25 миллионов долларов в год, примерно, это ваш годовой бюджет. Минус 12, у вас, в принципе, остались деньги как раз снять еще фильм такой же, как Монбала, да, и несколько еще фильмов, то и подешевле. То есть можно так считать? Смотрите, 25 миллионов, это, наверное, слишком сильно сказано. На самом деле, в этом году у нас с бюджетом немножко есть определенные, как бы, проблемы, потому что почти наполовину у нас в этом году меньше бюджета, чем в предыдущие годы. А почему? Тем не менее... Вы вновили порядок, сделали все необходимое, да, чтобы развить отечественную киноиндустрию, а вам урезали бюджет. Как так получилось? Ну, есть моменты, которые... Обычно бывают, как бы вам сказать, в течение года моменты уточнения бюджета, да, то есть мы всегда в этом присутствуем и что-то восстанавливаем. Я надеюсь, что до конца года нам это удастся сделать. И, во-первых, да, во-вторых, сейчас в производстве где-то около семи новых проектов. Сейчас мы буквально... На монтаже сидит Фархад Шарипов. Мы с ним запустили фильм в прошлом году, называется «Путь боксера», да, то есть такой, мне кажется, такой жанровый фильм. Причем он пригласил в качестве режиссера на свой проект, я думаю, с ним будем делать, с Фархадом, он Асхара Узабаева пригласил, который... Тоже очень талантливый парень. Да, да, значит, «Коктейль для звезды первый». И, мне кажется, сейчас там что-то получится интересное. И затем, конечно, то есть до конца года будет, мне кажется, несколько таких еще интересных примеров. Те же самые фильмы Дарижана и Ермека Турсанова, наверное, до конца года, как мы определимся уже окончательно с фестивальной судьбой, мы будем показывать зрителю, значит, и если все будет нормально... То есть осень нас ждет такая очень интересная. Да, и к концу года все-таки мы планируем выпустить первый полнометражный анимационный фильм, «Ертосток», да, сейчас идет такая серьезная работа. В производстве новый проект Ермека Турсанова, также мы сейчас работаем с Сериком Апрымовым, также запустился сейчас Ермек Шинарбаев, у нас будет совместный проект с французской компанией, где, опять же, вот сейчас его называют народным актером Казахстана, Жерар Депардье. Может быть, я пока не хочу раскрывать какие-то секреты, но будет еще участвовать очень большая французская певица, наверное, в этом проекте. Ермек Шинарбаев, у вас, конечно, планы очень большие, я смотрю, да, но вам с 2008 года удалось многое сделать. Вы заставили, самое главное, зрителей ходить в кино, понимаете? И та же самая пиратская продукция, да? Это говорит о том, что вы сделали свое дело, мы вам желаем успехов в дальнейшем. Спасибо вам большое. И я думаю, что наших зрителей ждет очень интересная осень, потому что сейчас, на самом деле, стало модно ходить в кино именно на казахские фильмы. Особенно сейчас вот на казахском языке, вот Монбала это показал, да? Поэтому мы вас благодарим, Оксана, за то, что вы пришли к нам и рассказали. Самое интересное, думаю, то, что нашего зрителя интересовало. Я напоминаю, у нас сегодня в гостях был президент казахфильма Ермек Каманшаев. Спасибо за внимание. Смотрите каждый четверг на телеканале Астана программу «Статус Ко». Субтитры создавал DimaTorzok